Абэйдахэ до этого путешествия большинство из нашей телевизионной команды знали лишь по рассказам. По плану принимающей стороны, нас повезли на море лишь на второй день. От Циньхуандау ехать примерно 40 минут. Хоть и конец августа, жара по-прежнему достигала 30-градусной отметки, так что побыть пару часов на побережье было как нельзя кстати. Мы оказались в совершенно другом пространстве. Деловую суету мегаполиса сменила размеренная жизнь полуодетых отдыхающих. А вместо высоток нас окружили дома, гармонично сочетающиеся друг с другом, но очень разнообразные по архитектуре. От построек в китайском стиле до готики и зданий с римскими сводами. Гостиницы, магазины и рестораны выстроились в длинный бульвар, протянувшийся вдоль морского берега. Курорт Бэйдахэ расположен на побережье Бахайского залива Желтого моря. Знающие люди говорят, что береговая линия напоминает средиземноморские курорты со скалистыми берегами и лесами. В китайских исторических хрониках упоминания об этой местности появились более двух тысяч лет назад. А курортом общекитайского значения это побережье было объявлено в 1898 году указом императора Гуан Сюя. Бэйдахэ фактически построено европейцами. Простая рыбацкая деревушка превратилась в зону туризма после того, как в 1890 году британские специалисты по строительству железнодорожных магистралей открыли этот благодатный район. На протяжении многих лет Бэйдахэ является излюбленным местом летнего отдыха высшего партийного руководства страны. К примеру, Дзянчин, жена Мао Цзэдуна, имела здесь большую виллу. А вот для посещения иностранцами курорт открыт только в 1979 году. Протяженность береговой линии в Бэйдахэ более 126 километров. Летом на пляжах здесь сложно найти свободное место. Ежегодно сюда приезжают от 30 до 50 тысяч только иностранных туристов. Пляж, вход на который стоит 8 юаней, каждый день посещает около 6 тысяч отдыхающих. Однако в этот день в гуще китайских туристов мы встретили лишь одну российскую семью. Другие, видимо, предпочли позагорать на необорудованном побережье. Елена и ее сын Сергей оказались нашими земляками из города Краснокамент. В Бэйдахэ они приехали впервые. Все из нашего города Краснокаментка ездят сюда отдыхать. Просто рассказывают то, что здесь хорошо. Вот знакомые, кто ездит. Скорее всего, наверное, в парк развлечений. Больше всего хотелось бы. Русские туристы приезжают сюда, как правило, на пару недель. Для жителей КНР такой длительный отдых скорее роскошь. Для того, чтобы получить хотя бы 10 дней отпуска, на большинстве предприятий надо честно проработать много лет. И это время китайцы используют так, чтобы вспоминать об отдыхе весь трудовой год. Лин и Ли пробудут здесь не больше трех дней. Сюда они приехали из Ханчжоу. Мы приехали вчера. Здесь первый раз. Нам рассказывали, что здесь известное красивое место. Больше всего нам нравятся морские продукты. Кстати, морские продукты здесь можно приобрести в свежайшем виде, то есть живьем. Торгуют на побережье прямо с рыбацкой лодки. Джун выходит в море еще затемно. Добывает рыбу, крабов, креветок. В общем, то, что можно съесть. А едят здесь, как известно, практически все, что шевелится. На содержание семьи хватает, а в ней трое детей, что не характерно для Китая. Все остальные морские дары, которые в пищу употребить нельзя, предприимчивые китайцы пускают на сувениры. Рынок развернут прямо на пляже. Покупатели зазывают так, что мимо пройти невозможно. Кроме рыбацких деревянных суденышек на берегу стоят моторные катера. На первый взгляд кажется, что это спасатели дежурят, а нет. Это еще один способ заработать на туристах. На небольшую морскую прогулку решили отправиться и мы. С китайцами можно договориться обо всем. Сначала нам предлагали эту поездку за 80 юаней, но мы сговорились на 40. Наше пребывание на море в этот день завершилось. Мы не изменили любимой российской привычке оставлять свои следы вечности везде, куда бы ни забросила судьба. Но китайское Желтое море, русские буквы, немедленно слезало. И память о том, что здесь были журналисты из Альтеса, Аиста и Губернии, осталась только на пленке наших операторов. Екатерина Станиславская, Сергей Рычков, Байдахэн, Китай.